Бартал Амеудяш Динавейш, португальский мореплаватель. В 1488 году в поисках морского маршрута в Индию он первым из европейцев обогнул Африку с юга. Открыл мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан. Достиг одного из южных мысов Африки, который был назван мысом Бори. Позднее его переименовали в мыс Доброй Надежды, так как это открытие подавало надежды на открытие морского пути в Индию. Биография о ранней жизни Диаша практически ничего неизвестна. Долгое время его считали сыном одного из капитанов Инрики Мореплавателя, но даже это не доказано. Обыкновенно добавляемое к его фамилии уточнение Динавейш впервые было задокументировано в 1571 году, когда король Себастьянный назначил внука Диаша Паулу Диаша Динавейша, губернатора монголы. В юности изучал математику и астрономию в Лиссабонском университете. Имеется упоминание о том, что какое-то время Диаш служил управляющим королевскими складами в Лиссабоне, а в 1481-1882 годах участвовал как капитан одной из каравеллов экспедиции Диогу де Азамбужа, отправленным на строительство форта Эльмина на берегу Ганы. В 1474 году будущий король Жуан-2 взял под свой личный надзор португальскую торговлю с Гвинеей. Его как и Энрике мореплавателя занимал вопрос о том, как далеко на юг простирается африканское побережье. С этой целью на юг было направлено несколько экспедиций под руководством опытных капитанов, из которых дальше всего продвинулся Диогу Кан, установивший памятный знак Падран на территории современной Анголы. После того, как Кан погиб во время очередной экспедиции, король поручил Диашу заступить на его место и отправиться на поиски пути в Индию и вокруг Африки. Экспедиция Диаша состояла из трех кораблей, одним из которых командовал его брат Диогу. Под начальством Диаша оказались отличные мореходы, плававшие ранее под начальством Кана и лучше других знавшие прибрежные воды. И выдающийся штурман Перуди Ален Кер, общая численность экипажа составляла около 60 человек. Диаша отплыл из Португалии в августе 1487 года. 4 декабря продвинулся южнее Кана и в последних числах декабря бросил якорь в заливе С.В. Стефана в южной Намибии. После 6 января начались бури, которые заставили Диаша выйти в открытое море. Через несколько дней он попытался вернуться в залив, но земли не было видно. Блуждания продолжались до 3 февраля 1488 года, когда, повернув на север, португальцы увидели берег Африки восточнее мыса Доброй Надежды. Высадившись на берег, Диаша обнаружил поселение Гатинтотов и поскольку тогда был Денис В. Власия, нарек бухту именем этого святого. Сопровождавшие эскадру негры не могли найти общего языка с туземцами, которые сначала ретировались, а потом попытались напасть на лагерь европейцев. В ходе конфликта Диаш застрелил одного из туземцев из арбалета, однако остальных это не остановило и португальцам срочно пришлось отчаливать. Диаш хотел плыть дальше на восток, однако по достижении залива Алгоа все офицеры, находившиеся под его командой, высказались за возвращение в Европу. Матросы также желали вернуться домой, в противном случае угрожая бунтом. Единственная уступка, на которую они соглашались еще три дня пути на северо-восток. Пределом продвижения Диаша на восток был устье Грейтфиша, где в 1938 году был обнаружен установленный импадрон. Он повернул обратно убежденный, что задача экспедиции выполнена и в случае необходимости обогнув южную оконечность Африки, можно морем достичь Индии. Осталось только отыскать эту южную оконечность. В мае 1488 года Диаш высадился на заветные мысы, как считается, нарек его мысом бури в память, чуть не погубившего его шторма. В последствии король, возлагавший на открытый Диаша морской маршрут в Азию Большие Надежды, переименовал его в мыс Доброй Надежды. Диаш вернулся в Европу в декабре 1488 года, проведя в плавании 16 месяцев и 17 дней и, по-видимому, получил указание держать свои открытия в тайне. Сведения об обстоятельствах его приема предварей не сохранилось. Король ждал новостей от пресвитера Иоанна, к которому суши был направлен Перудок Вильяйн и медлил с финансированием новых плаваний. Только после смерти Жуана II, через 9 лет после возвращения Диаша, португальцы наконец снарядили экспедицию в Индию. Во главе ее был поставлен Васко де Гама. Диашу доверили руководить строительством кораблей, поскольку он на личном опыте знал, какой конструкции суда нужны для плавания в водах Южной Африки. Согласно его распоряжениям, косые паруса были заменены на прямоугольные, а корпуса кораблей строились с расчетом на малую осадку и большую остойчивость. Также, по всей вероятности, именно Диаш дал Васко де Гаме совет, плывя на юг после Сьерра-Леона удалиться от берегов и сделать крюк по Атлантике. Поскольку знал, что именно так можно обойти полосу неблагоприятных ветров, Диаш сопровождал его до Золотого берега, а далее направился в крепость Сан-Жоржа-Дамина, комендантом который был назначен. Когда Васко де Гама вернулся и подтвердил верность догадок Диаша, в Индию был снаряжен более мощный флот во главе с Педро Кабралом. В этом путешествии Диаш командовал одним из кораблей, он участвовал в открытии Бразилии. Однако во время перехода в сторону Африки разыгралась буря и его судно было безвозвратно потеряно. Таким образом, он погиб в тех самых водах, которые принесли ему славу. Внук Бартоломеу Диаша Паулу Диаш Диновейш стал первым губернатором Монголы и основал там первое европейское поселение – Луанду.